Просторная горница Просторная горница Просторная горница Просторная горница Тому, кто вскоре пострадает для искупления грехов, А слезы текут ручок от щеков, Губы прихвали очень много, А на грешницах все глядят с упреком, Он бы знал о том, если бы пророком Но Христос сказал, я об этом знаю, Я просил ее, она святая. Мой друг, стоящий в стороне, Услышь призыв Иисуса нежный, Признайся, ты мне тоже грешен, И даришь душу сатане. Ты не следишь того, что круг твоих друзей тебя судит, Скажи им, что их тоже любит, Великий милующий Бог. Тот, кто душой его возлюбит, Не будет в мире одинок, Пусть слезы текут ручок от щеков, Сердце сломит, Господь им нога. Бог велик в любви, Не такой, как люди, Он простит твой грех, Вспоминать не будет, И не важно, что горят другие, Ты пройди к Христу, как прошла Мария. Пусть слезы текут ручок от щеков, Сердце сломит, Господь им нога. Бог велик в любви, Бог велик в любви, Не такой, как люди, Он простит твой грех, Вспоминать не будет, И не важно, что горят другие, Ты пройди к Христу, как прошла Мария. Ты пройди к Христу, как прошла Мария. Я хотел бы, чтобы сегодня мы были в молитвом состоянии, И равно и в этом, как вы сегодня говорили, сколько было прикола на пищу, Я думаю, что если мы были внимательны, Есть о чем рассуждаться, Есть о чем каниться. Но я хочу ответить на некоторые вопросы, Прежде чем говорить. Я хочу ответить на тот вопрос, который я говорил, Бог сказал, что есть люди, которые на обиде, Думают о том, что я критиковал Маной, Я не критиковал Маной, Я не унижал Маной, Я говорил о том, что Маной, Это я сегодня, мимо ж я, Можем поступать не видя, Что это приводится к нашим правым отцам. И я боюсь Бога, кого-то критиковать, Как далеко не далеко еще дни, Но Бог показывает о том, Что сегодня мы в этой ситуации, И не следите и не грешите этим, Что вас критик критикует уже и должен. Я не критикую. Я говорю о том, что сказал Бог, Что эта ситуация сегодня в нас есть, Что мы так в нечувствительном чувстве К нашим женам, Как Маной в то время был. И за это он сильно заплатил долю. Цена была, это его сын. Его жизни, неправильной жизнью, Поступка поведения женой, Он поплатился ценой сына своего. Где он был с выклотами глазами, Крутил этот камень жирновый. Только последствия, Что вы знаете, что он сказал. Второй момент. Брат говорил так же, Если вы были внимательны о том, Что было сказано, Его слова о последнем времени. Оно будет очень тяжелое. А туда и будет. Я часто слышал такие откровения, Что мы здесь подниму, Ошествую сердца правителей и народа. И воздвинуть такие гонения Против народа моего. За то, что народ отступил. Повернулся невесомо спиной. И делает такие грехи, Такие дела. И не имеет нужды пугаяния. Великая скорбь. И я так думал, Я говорил о скорбии, Великой скорбии. И вот сейчас, когда брат говорил, И Господь сказал, Скажем о скорбии. Скажем о скорбии. Да, этот скорбь ждет. Но вот как мы пройдем, Будучи в таком состоянии скорбь. Великая скорбь уже настала. Чтобы вы знали, уже настала. Вы скажете, когда? Да. А давайте мы В наших поздравих и зверинах вспомним, Если мы читаем Библию. Вторая рука. Когда Иисус с родителями пришел в храм. Помните? А потом они ушли. Опомнились. У Игорь, и мы не рады. И я зачитаю этот момент. Когда же по окончании дней праздника Возвращались, Остался отруг Иисус в Иерусалиме. И не заметили того Иоанн, Секи Матери Его. Заметь. Будучи на поклонении, Будучи в храме, Родители, отцы и мать, Мы, дедушки и бабушки. Они не заметили, Что нет с ними отруга. Мы часто не замечаем Жизнь у наших детей. Мы не замечаем, Чем они живут. Что они слушают. Чем они питаются. Как они ведут себя. Кто их не друзья. Малой не наблюдал, Кто друг его сына. И с кем дружить, Чем занимается его сын. Он не уникал в это. Если вы знаете, Читаете по Библию, Там не следует описание, То у Сапсона была свадьба И очень шикарная свадьба. Я точно не могу вам сказать, Но тридцать или более Не было у него дружков. На правах. Но ни одного не было друга, Настоящего у него. Родители. На нас садит ответственность. Чем живут наши дети. С кем дружат, с кем общаются. Мы будем отвечать. Великая скорость. Великая скорость уже настала. Какая я скажу? Родители не заметили отрока. Можно это? Можно ли так это случиться? Я не знаю как. У вас. Я не хочу кого-то унизить или судить. Я был в поездке. Вы знаете, когда вчера вечером Мы встретились в России. И ночью мне Господь сказал ей, Понял что-то? Как ты заскучал? Да. Ты понял то, что как ты их любишь. Я не тебя. Да. А тебе скажи. А ты так любишь меня. А ты так случаешься во мне. А если б ты знал, Как я люблю свой город, который я дал в жизни. Как они доми мне. Какую цену я заплатил. И они сегодня где находятся. Я хочу, чтобы сегодня слезал то, Что сегодня мы будем говорить о Духе Святом. По глазами Духа Святого. Почему не будем? Великая скорбь. Я отвечу на этот вопрос. Даже не вопрос о том, Что мы более знаем, Что брат говорил о том, И тогда его не ждали. Но когда они потеряли его, Они возвратились и нашли его. Через три дня нашли его в рамках. Сидящего. Он не был где-то с друзьями. Он не был ни на каком пикнике. Он не был на каком-то другом месте. Давайте думаем, думаем мы, Наши дети, мы думаем, Как мы проводим время. Из-за того, что Самсон Жил как хотел. И поступал как хотел, Потому что с ним Бог. Ведь давно на Самсоне было помазание Святого Духа. Он был помазан. Но позаметите, что это не спасание. Что мы крещены Духом Святым. И что мы говорим в тайных языках. Это не дает никакого нам процента Даже одного на то, Что мы можем сложить руки, И мы уже спасены. Жизнь христианина Это постоянная борьба. Запомните. Чем вы больше будете припевать к Боге И освящаться, Тем более будет вас борьба и слез, переживание. Но с вами будет Господь Самого по миру. И вон идет к детям. Через две дня нашли его. И все слушавшие его, Отдевились разумом и ответом его. И увидев его, Удивились. Удивились. И мать его сказала ему. Мать удивилась. Отец удивился. Родители. Может мы не замечаем то, Что наши дети Это помазанники Божьей. Это помазанники Божьей. За которых мы должны молиться, Осмолять, Осмолять и осмолять. Но мы испокоимся. Хорошо. Учатся на отлично. Заканчивают картость на отлично. Скоро мы их специально с ними. И нам будет хорошо. А то, что в каком они присутствии Божьем. Слушать Богу. Помазать не можем. Судим Божьей. Нас это не интересует. Мануэ не вникал в это. И он потерял сосуды. Потерял. Так мы можем терять. И что же она сказала? Мать. Чадр. Что ты сделал с нами? Вот она. Подходим к великой скорбе. А теперь мы в великую скорбь готовимся. А в этом. Если Христос сегодня сказал. Но что ты должен это сказать? Если мы сейчас не имеем в этом скорбь. То мы тут не пройдем. Мы тут не пройдем. Что ты сделал с нами? Что ты сделал с нами? Временем и месяцом. А может лет уже. И ты не скорбишь об этом. И ты не упьешь об этом. И ты не упьешь об этом. И ты не пьешь тревоги об этом. И ты не кричишь. Господи. Я уже 15 лет не исполняюсь Духом Святым. Много мы на языках только странных. Не Духа Святого. Дух Святой это свобода. Дух Святой это благодать. Помазание. Это сила. Это власть. Это победа. И будет наступать на всякую влажную силу. О чем у нас сегодня депрессия? О того, что не помазание. Мы сегодня все ими говорим на языках. Странно получается. Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой. Сила. Не языки первые. Но заметьте это. Сила. А мы сегодня 50 лица оставила силу. Только языки остались. А сил нет. И готовимся к тебе Господь. И Господь сказал. Скажи. Если мы на этой скорбе сегодня не скорбим. Что мы не видим его. Мы потеряли его. И мы не скорбим сегодня об этом. Что сегодня в нём доме я не вижу тебя. Дети. Мои дети и мухи не видят. Промне тебя. Твою жизнь. Твоё присутствие. Твоё промазание. Наши жёны не видят в нас и Иисуса. Вот она великая скорбь. Когда я скорбел об этом. Когда я молился об этом. Когда я плакал об этом. Господи. Что скажешь ты. Я сегодня не вижу тебя. Я сегодня не слышу тебя. Неспоко. Мы ждём в виде беспокой. Когда будут там. Государство между государством. Мы слышим сегодня. О политиках хорошо смотрим. Кто какие бомбы. Кто какие сенсационные. Приготовленные вооружения сегодня. Самые сильные. Самые сильные. Между говорят разные. Ты знаешь. Она всё сотрёт с лица земли. То и то и то. Нет. Она Христа не сотрёт. Она Христиан не сотрёт. Она Сыну Божию не сотрёт. Она власти Божьей бессильна. Никакая страна. Никакая бомбёжка. Она бессильна. Против Духа Святого. А если я не имею. Если я потерял. То в Великой скорбе нужно искать. Нужно искать. Нужно быть тревогой сегодня. Нужно взывать сегодня. Я потерял это. Я потерял это. У меня этого нет. У меня осталась одна только волочка. Великой скорбью искали тебя. С великой скорбью искали тебя. Господь сказал. Обрати внимание. Скажи, дорогой. Кто сегодня смертельный Божий? Кто сегодня молится, плачет? Господи. У меня большая скорбь. Я не вижу тебя. Я не слышу тебя. В церкви тишина. Проглядно. Дисциплина. Два часа и не больше служения. Чтобы не было длительного. Чтобы людей не утомить. Людей не задержать надолго. Да. Я с вами согласен. Лучше не докормить, чем перекормить. Да. Но когда мы не имеем скорбь мира Бога. Вы знаете, почему Самсон потерял глаза. Силу. Боже. Вы возьмите мужа. Я запоставлю помазанный тоже Духом Святым. Даниила. Это муж молитвий. Потому что Господь сказал. Самсон не читал Слово Божьего. Вы не найдете, чтобы самсон молился. И не найдете, чтобы самсон читал Слово Божье. А возьмите Даниила. Подписывает приказ. Кто будет молиться. Тот будет в львином руле. А он открывает рог на пророке Иерусалима. И начинает три раза в день молиться. Это муж молитвий. Вот он из великой скорби. Искай Господа. А у нас нет молитвий. Два раза в сутки. Утром и вечером. И то на спеху. И на ходу. И не больше. И какая столь давна скорбь. Какое желание. Откуда будет сила. Откуда будет духовный рост. Откуда будет помазание. Откуда будет приходила сила в силу. А что мы можем дать нашим женам. Нашим детям. Главное семейство. Если не потеряли это. Если не потеряли это общение. А если распрощено место. Умнится. И не потеряли это. Мы с великой скорби. Искали тебя. Искали тебя. Почему Самсон. Почему Самсон прошел против льва и победил челюстью? На нем был Дух Святой, по названию Духа Святого. Почему Самсон рвал ли ноги, которые вывязали его, как истлевшие в огне, он рвал ли ноги, как истлевшие в огне, сгалевшие в веревке? Потому что на нем был Дух Святой. Но в одном он не мог, он не имел молитвы, он не имел слова, был святой. Сегодня христиане одержаны тем, что сегодня Сатана забрал желание читать Слово Божие и молиться, исполняться святым Духом. И поэтому сегодня церковь бессильна, церковь потеряла силу, сегодня родители бессильны, а церковь бессильны, они потеряли молитву, они потеряли слово, им некогда, им некогда. Они деловинка, они заняты, им некогда, Довиду тоже не было. Он был целом занятым, он был деловин, но он потерял сыновей из-за этого. Вы знаете? Он потерял ему некогда. Когда сынок спрашивал, папа, папа, им некогда. Нам порой некогда, мы куда-то спешим. Но смотрите на наши правила отцов, эту верхнюю. Обратите на это внимание и не будем делать этих ошибок. Я не осуждаю Давида. Нет. Недалеко до Давида. Это муж Вели. Муж Бога по сердцу. Да. Но мы смотрим до этого недостатка, до того, как Давид падал. Но Господь сказал, ну, у меня он кается, молится. Весь его молитва. В этих мужей слово и молитва, молитва и слово. А что у нас осталось? Мы сегодня что-то хотим, ничего-то хотим. Мы от кого-то чего-то хотим получить. Дорогие мои, объедьте лес. Землю обойдите, ищите. Найдите где-то истинно. Слово Божие истинно. Если я не желаю читать и молиться, ты уже обрещен на духовной смерти. Все. В дальнейшем сатана успеет. Я помню это откровение. Никогда их не сбудут. Так что я сказал? Сатана пришел в сильный лезть с его. Потому что, когда знал церковь, братья и сестры укреплялись. Укреплялись. Дух Святой был на Давиде тогда, когда на него был вылитый рог, кстати. Дух Святой был на нем. Дорогие братья и сестры, помазание Святого Духа, оно присутствует на нас и будет на нас тогда, когда мы будем в слове и молитве. Но если мы не приводим в слове и молитве, мы потираем глаза, как самцом, и потираем все, как самцом, и нас связаны, и поведут, и привязаны к этому жерновам. И мы молодеи, будем крутить, будем работать, работать, все идет в спальце. Но вот здесь великой скорбью искали тебя. Вот она, великая скорбь сегодня. И мы сегодня даже не думаем об этом, молитвая, что у нас сегодня великая скорбь. Сегодня сададам уйдет в молитвы детей и здоровье, все верят. Сегодня молодежь, полуверующих, верующих. Я не говорю, что вы верующих, сегодня это единицы, верующих. Но вы знаете, что и бесы верующие. И этих мало. Верующих, и тех мало. Иоида. Вторая глава. И узнайте, что я посреди Израиля, и я Господь Бог ваш, и нет другого. И вы, и мой народ не посрамится в обе. Слышите? И узнайте, что я посреди Израиля, и я Господь Бог ваш, и нет другого. И мой народ не посрамится вовек. И будет после того, и зальюла Духа Моего на всякую плоть. И будут пророчествовать сыны ваши, и дочери ваши, старцами вашим будут сниться, ваши будут сниться сны. И они, юноши ваши будут видеть видения, так же и на рабов, и на рабинские дни, и зальюла Духа Моего. Отцы и Матери, разве мы не проходим сегодня этот период великой скорби? Разве у нас сегодня великой скорби, что наша юноша, девица, нет сегодня пророчеств, нет сегодня откровений. Сегодня зато знает Бургану, сегодня знает алкоголь, сегодня знает какие фильмы, сегодня знает, что там на компьютере происходит. Сегодня все больше и больше разговоров. Почему? Потому что нет молитвы, нет слова Божьего. В церкви упразднена молитва, в церкви только религиозная молитва. Бог сказал, у меня там нету тех больших храмов, где много собирают порой, меня там нету, там нет места для меня, там только религия, религия, религия. Но там и Дух Святой, там не останутся наркоманы наркоманами, там не останутся алкоголики алкоголиками, Татьяна Старцева сегодня вначале брат Николай читал, слепи я прозреваю, глухи я слышу, громи я иду. Почему сегодня этого нету? Потому что Господь показал то, что мы потеряли помазание, мы потеряли помазание Святого Духа, мы потеряли и не имеем этой скорби о том, что нету. Сегодня все меньше и меньше Бог грязный Духом Святой. Все сегодня больше и больше теряет Дух Святой, ограничает Дух Святой. И Дух Святой оставляет. Не может Дух Святой быть в сердце, когда человек злой. Да вы скажете мне, что я не то говорю. И здесь Иоира, Бог сказал о нашем временах сегодня, что будет, что из-за людей. Кто никогда слышал такую нужду в церкви? Я не, я не, что очень редко, я, может быть, слышал такого, я не могу вспомнить. Братья и сестры, помолитесь обо мне. Я не вижу Иисуса и не слышу голоса из Бога. Кто слышал такую скорбь? Кто слышал такую нужду? О чем это говорили, первые братья и сестры? Это говорит о нашем духовном отступлении. Это говорит о нашем духовном падении. О нашем духовном беспечии. Что на все приходит нормально, нормально. Мы чего-то ждем. Один брат мне сказал, я говорю, я помню, он был сосудом, был дружный, не конкуривился. А сегодня он жил, кстати, в Шайтоне, жил, где зайка здесь и сейчас. Но он жил там. Я говорю, я, что знаю, и сейчас украинец, бывшего Советского Союза. Это был верностный служитель Божий. И он говорит, что так было бы взрывать вас, а наше время уже ушло. Здесь в Америке все святые все знают. Здесь никому не поверят. И что ты решил? А, говорит, задумай за своих символов. Другой говорит, вы очень, очень ошибались. Можем ли сегодня Господу те послушать, которые будут его уделять, и будут говорить, и не умирать. Быть тревогой. Быть тревогой. Но нет, это не нравится. Конечно, всем нравится. Быть уважаемым. Называть по имени отчества. Пожалуйста, дорогой у вас любимый брат Степан Иванович, Иван Романович. Мы тебя приглашаем. Мы любим этот раз, что возлюбленный брат. Но скажите, где просили так Иисуса Христа? Где его по имени отчества называли? Где его так приглашали? И когда его приглашали? И чего его гнали? И последователь его? А я скажу, почему. Если бы сегодня, я думаю, Христос был здесь. И вот это Саша сказал о мне, а мы его одиносочнику. Вот здесь вот. Слушайте, что он сказал. После своего искусства. Вот почему я люблю. Он не был лицемерным. Он не был сильным слухом. Он был насительным истинным. И никогда не шел на грех, на комформирующих грехов. Наконец-то, Марка 16 глава 14 сих. Наконец явился самим 11. 19-го нет. Воздержавшим на вечерии. Слушайте, где? И упрекал своих самых-самых близких. Я говорю о повазании Святого Духа. Я говорю о действии Святого Духа. Я говорю о пребывании в слове. О том, что мы великий скорбь должны сегодня быть. А мы с ним не имеем. Еще в Великой Скорбе. Когда там бомбы начнут лететь, взрывать в другую страну. Вот, тогда мы будем где-то искать. И будут, посмотрите, были откровения. Выходите туда, выезжайте туда. Я вас прошу имени Иисуса Христа. Не верните, не слушайте. Самое лучшее место в присутствии Божьего. Самое сильнейшее укрытие. Быть помазанием Святого Духа и Богином Духом Божьим. И знаете, я свидетель живой тому, что я там видел. Там, где в местах видел тех людей, которые свидетельствовали, что вокруг дома разрываются. А дом христианина. Христианина. Целенький. Даже облица. Почему? Там помазание. Помазание Духом Святым живых. Там сыновья и дочеря. А мы с чем-то хотим? Куда-то бежать, куда-то переселяться, куда-то помещаться? Нет, это нужно сегодня. Сегодня Великая Скорбка. Все мы знаем. Мы потеряли помазание Святого Духа. Не имею Господа, не имею визы. А что мне сказано? А что здесь сказано? А там это. Я слышал, однажды ехал в траке. С этим тракистом ехал на Топовережье. И он там, как учил с ней этот, разговорил с тракистом, но это по беспредельнице. И он говорит такую мысль. Слушай, бизнес-то с тупой идет. Нужно что-то сделать. А он говорит, есть. Ты знаешь что? Давай откровение отпечатаем, что там будет бедствие. И до чего наши переезжают с Калифорнии, с Сауд-Королайля сюда? Будут двигаться. Нас пришло в оси. Точно пошло так откровение. Смотрю, точно пошло откровение. Смотрите, что делает Сатана. Смотрите, что делает дьявол сегодня. Как сегодня он обманывает людей. Как сегодня он туманит людей. Да где вы будете жить? Вокруг тебя десятки тысячи подой. Но к жизни еще не приближится. Потому что ангелам заповедуют. Поймите эту речь. Поймите. Но не бегите от того, когда вас не уборит. Явелся одиннадцать и упрекал их. За что? За неверие. Кого? Одиннадцать учеников. Упрекал. За неверие. Только вне один. А скажите, когда Христа разгрнали? Когда в Русманском саду мысли свой брат напоминал сегодня. А они что спали? Можно такое время спать? Беспечные могут, как сегодня наши славяне умерли. И сплят. Дети в мир идут. Все больше исключают. Все больше разводов. А церковь зато рекламы. Обряд. Конституция. А рядом. Но Духа Святого нет. Помозания нет. Действия Духа Святого нет. Все больше наркоманов. Все больше депрессии. Все больше больных. Все больше разводов. А церковь спит. Вот какая сегодня проблема. Вот какая сегодня вне гостей. Вот о чем сегодня нужно попьярить. А не ждать каких-то бомбетов. Сегодня уже со мной хорошо обомнить по семье. Особо. Я знаю, что это конец. Их за неверие. И что еще? Еще лучше. Жестокосердие. Жестокосердие ученый мир. Поверьте. Ну это так, реже собой. Избраны, может быть. Ну это же твои избранные. Ты же избирал их. Это были особые люди. А Господь говорит, да. Я за церковь, за народ свой, страдал, жизнь отдал. На смерть пошел. Я просил грехи. Кто это оценил? Кто это оценил? Кто дорожит этим? Кто живет в этом? Кто живет со мной? Кто боится потерять меня? Кто оценил это прощение, это освобождение? Когда Мария Магдалина, которая не побоялась идти за ним и стоять у креста и плакать. А ученики, где вы были одиннадцать? Когда пришел кто к Мария Магдалина? Кто там был? Мария Магдалина? Кто кричал? Иисус Рауди, помилуй меня, Иисус. Она кричала там, учитель. Учитель. Она пришла. Ей нужен Иисус. Тот, который освободил ее. Тот, который простил ее. Тот, который очистил ее. Она от него не отставала. А я крещеный Духом Святым. Говорю на языках лгу, ложью, как воду, рецеперу, завидую, крещу, ненавижу, гневаюсь, раздвижать. Но зато на языках странный говорю. Языку Госвятого в этом человеке в сердце не будет. Поверь, не будет. Не может с одного источника через горка и сладкая вода. Не может человек слиться, кукаться, клеветать, поносить и говорить на языках. Это странный язык. Но не язык Госвятого. Если я осуждаю, я не люблю брата. Я в прошлом воскресенье говорил эту тему с отрагом. Если мы не любим брата, мы не исполним Духа Святого. Мы не имеем, мы горчим Духа Святого. Это меня одно слово уже говорите. У меня есть вопрос, чтобы нет времени сейчас об этом немножко остановиться. Жестокосердие, что видевшим, что видевшим Его воскресшего, не поверили. Вот дело оно в Шестокосердии. Господи, ну это ж делать надо же. Одиннадцать учеников. Рядом с Крестом шли, лишали, воздешали. И не поверили в Его воскресенье. А мы верим. А мы верим. А давайте проверка, скажите, я себя и для себя. А мы верим в Его воскресенье. Если вы скажете, да, я сказал, лжицы. Если вы верили, то не решили. Мне же не так, в таком бескресенье. Что не помню, как в году и последний раз были исполнены Духа Святого. Вы просто наглые лжицы пред Бога. Что вы не каетесь и не имеете нужды в покаянии, когда в последний раз вы были исполнены Силой Духа Святого. Он называл жестокосердные. Вы не поверили. Вы не поверили. Почему не поверили? Потому что ваше жестокое сердце. А там в виду Господь, там свобода. А если мне, в моем сердце, в каждом сердце это была свобода, надо бы не такая была болитва. Нам бы не спешили никуда. Нам бы не хотелось идти никуда. Нам бы хотелось быть, говорить, слушать Его, говорить с Ним, беседовать с Ним. Господи, и еще, и еще, и еще, и еще, я голодный, я голодный, я друждаю в себе. Жестокосердный не дает этого. Религия предуслагает. Что видевшие Его посвящего не поверили. И сказал им, идите по всему миру и повредите и вам, если их ваше. Скажите, а как можно посылать людей, которые жестокое сердце? Придумали, да, теперь записать? Что здесь? Я не имею времени, мне сегодня тема не обладает. Но дай Бог жизни, если я буду еще жив, я продолжу эту тему по этому жестокому сердцу. Что здесь имел Иисус, что Он сказал ученикам о том, что идите и проповедите. После того, что Он сказал, вы такие и такие и такие. Но я хочу сказать одно, что мы люди на этой земле. И если мы сегодня потеряли жена читать и молиться, мы не имеем ни в чем никакой победы. Скажу только частично, они были жестоким сердцем потому, что мы были спокойны, что их друг избрал именно их среды. Именно их избрал Иисус, особые люди. И больше им не надо ничего. Они смотрели то, что их избрал, что он меня учил и ночью молился, а мы спали. Вот и результат. Что их не учитель подает пример молиться, общаться, говорить с отцом, а им это не беспокоит. Они рядом со Христом. Мы все это церкви, мы кричим Духом святым, мы говорим на языках, мы едите себя самым, все хорошо. Идем ко дому. Только Духа святого нет, и действия Духа святого нет, благодати нет. И он говорит сегодня людям. В 11-м он укрепнул, он сказал, что вы любите жестоким сердцем. Вы любите жестоким сердцем. Сегодня он говорит мне и тебе, брат, и сестра. Если ты сегодня не имеешь желания читать Слово, можно не молиться. Если ты сегодня не исполнен Духа святого, и не исполняешься, и не в великую скорбь, и тебя об этом нет. Ты человек, ты человек, сидящий здесь с жестоким сердцем. С жестоким сердцем. И тебе нужно сегодня вот это покаяние. Тебе нужно сегодня сказать Богу опыта, что Господь, посмотри на меня. На это жестокое сердце изменить можешь только ты. Дорогие мои братья и сестры, время летит непомовимо. И я буду заканчивать. Я могу закончить. Я только решила нашла только до начала теми Амазания Святого Духа. Но я хочу заканчивать. И перед тем, когда я закончу, я зачитаю пару мест, еще бегло прочитаю, чтобы вы сказали, чтобы вы сказали, чтобы вы сказали, что-то русские. Впрочем, вы имеете Ариана Первое Послание, Вторая Глава. Вы имеете помазание Святого и знаете все. Скажите, кто в таком состоянии сегодня? Можете сказать, не мне, не надо. Вот так, в любом. Господи. Я был в любите за это помазание. О том, что ты сегодня учишь меня, я знаю. Ты открываешь, ты ведешь, ты утешаешь. И я радуюсь. Эти люди сегодня для всех окружаются обстоятельствами, они умерли. Для этого мира они умерли. Потому что они видят Его и служат Его. Они спокойны в нем. Они укрыты в нем. Они исполнили силу Святого Духа. И он говорит, я написал вам не потому, что вы не знали истины, но потому, что вы знаете, рано и так, что всякая ложь не от истины. Кто лжец? Если не тот, кто отвергает, что Иисус Христос – это антихрист, отвергающий Отца и Сына. Я написал вам не потому, что вы не знали истины. Слово Божие и есть истины. Да? Кто это встанет на белом коне? На голове много диадима, одежда погранная кровью. Имея ему Слово Божие. Если я его не читаю и не имею желания читать, скажите, с кем я общаюсь? Скажите, с кем я живу? И тебе приведите на время. Сколько я провожусь времени в молитве и в Слове Божьем? В итоге времени я являюсь с ним, говорю, даю ему знать, что он мой любимый, родной, дорогой Спаситель. Я оценил его любовь, я оценил его прощение, я оценил его исцеление, очищение, свободное. Я оценил. Всего в сутки, брат, сказал, добраться. Я оценил так, Господа, что у меня только в сутки общение с ним 3,5 минут, 6 минут максимум. Максимум. Понимаете, в каком мы состояли? Кто ужасно с ним, тот, кто отвергает, что Иисус Христос. Что Иисус есть Христос. Всякий отвергающий сын не имеет отца, а исповедующий сын имеет отца. Пропуская время, у него и тело мое ушло. Это я написал вам обожающих вас. Я написал вам об обожающих вас. Впрочем, помазание, которое вы получили от него, у вас пребывает. И вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас. Но как самое сие помазание учит вас всему, оно истинно и не ложного. То, чему оно учило вас, в том и пребывайте. В том и пребывайте. В чем? В том, что научило помазание Духа Святого. А мы сегодня часто читаем Слово Божие. Иногда, когда нужда, ну, зачитаю. Я в прошлом воскресенье напоминал. Еще раз, когда помню, здесь есть люди, которые не слышали, что мы часто открываем это священное писание, как гадание делаем. Покайтесь в этом костюмстве. Читать не желание, молиться не желание. Для меня это не письмо от Отца и не голос Божий. А так, закрыл глаза, Боже, ты видишь, моя нужда. Опа! С правой стороны, третий стих от внизу. Такое. Извините, не делайте этого чувства больше. Не видите лица Божие и не прошу терять. Бог вам не ответит. Вы получите такое другое. Я говорил в прошлом воскресенье. Один наркоман. Семья, жена страдает. Опа! Ушла жена. Забрали родителей, жену и детей, потому что они у нас снимают жизнь. А он звонит и говорит, что она со мной помнит. Я вот валился. И так встал, открыл Библию, закрыл глаза и сказал какой-то стих оттуда. И там такие слова. Вы еще вытекаетесь к этому. Да, так там написано. Но тебе же костюмник это не касается. Он не знает, что это не для тебя. Ты же знаешь, что тот, который сегодня живой и реальный, видит твою жизнь. Выброси марикад. Выброси марикаду. Твой разум не будет попрощен. Твое сердце не будет этим. И тогда ты сможешь говорить с Богом. И Бог с тобой. Но вы способны на это. Бог же отвечает. Видите, я открыл. Точно. Да точно. Исаия открыл. Там точно написано. Исаия есть. Сатана вот так будет. А мы думаем, что это Бог. И же это. Раб, отец мне говорит. Ну ты видишь. Хоть от такого состояния, но Бог с ним. Он ответил бы через слово. Я говорю, а он покаялся. Он, скажем, выбросил. Он оставил. Нет. Ну а о чем ты говоришь? О чем ты говоришь? Он вам, родителям, просто пугает, говорит, угрожает. Вот он на трое динь мне говорит, этот отец говорит. Ты знаешь, что-то опять неплохо. А что с неплохо? Он уже сказал, вот все, вы меня не увидите. Вот меня уже, я купил пистолет, я уже вроде держу ствол. Вот, вот. Это тот, который Бог открыл через Исаию. Слышите? Это тот, который Бог открыл через Исаию. Помазание, учить вас, оно верно и не ложно. В нем пребывайте. Не в чем-то другом. А в Слове Божии. Это истина. Это альфа и альфа, начало и конец. Первый и последний. Впрочем, помазание, которое вы получили от Него, вас пребывает, и вы не имеете нужды, дорогие мои братья и сестры. Милые мои, родные мои, я прошу вас именем, что Христа. Это слово Господа, он сказал, сказал, я с вами, я в ваших домах, я в ваших семьях, я хочу клюнуть с вами, как сыновьями и дочерями. Если надо, я буду в дом твой пожлю, если надо, я пришлю, я дам тебе помазание, который пожлю, или помазание хочу поддержать, но я хочу, чтобы ты научилась, научился видеть меня в твоем доме, в жизни, в твоем доме, я с тобою, я в доме твоем, я живой, я реальный, я не где-то на твяком третьем небе, я в твоем доме, я в твоем сердце, я слышу тебя, слышишь, я слышу, дочь, я слышу тебя, я вижу тебя, и твои молитвы у меня, у меня. Я хотел бы сегодня молиться, давайте склоним колени. Спасибо.